В автоматике открылся кабинет песочной терапии. Ребенок – это маленький человек со своим внутренним миром. И взрослым порой кажется. Но о чем переживать малышу, который толком не может высказать своих мыслей? Действительно, не может сказать, зато может показать. Он может показать, что там целая армия куда-то ходит, например, или танки, например, или что-то такое происходит. Мы понимаем, что он не говорит о войне, как, скажем так, где-то находится война, но он говорит о каком-то конфликте, о войне, который происходит у него в голове. Песочная терапия – это уникальная возможность исследовать внутренний мир с помощью множества миниатюрных фигурок. Это игра, как сон на его, которую можно посмотреть не только самому, но и показать другому. Ребенок рисует картину жизни, а психолог ее читает. Даже потому, с каким песком, сухим или мокрым, ребенок выберет ящик, в котором он станет расставлять фигуры, специалист определит, когда появилась та или иная проблема. Дети, у которых были проблемы до 4 лет, когда они не могли высказать чувства словами, выбирают сухой песок, если в более старшем возрасте выбирают мокрый песок. Причина, по которой родители обращаются к психологам, лежит на поверхности. Ребенок становится агрессивным или, наоборот, замыкаясь в себе, у него возникают необоснованные страхи. Если не пытаться решать эти проблемы, страдать будет организм ребенка. Будет болеть живот, голова, будет очень усталый, или, наоборот, будет сердце очень быстро бегать. Он, например, не сможет заниматься каким-то спортом. Но это не из-за того, что у него больное сердце, но из-за того, что эмоции куда-то хотят проявляться. Но это не происходит. Психотерапевты утверждают, если ребенку не помогать эмоционально, то это приведет к развитию таких болезней, как язва желудка, астма. Профессор Гунта Ансона говорит о том, что негативные эмоции, возникающие в мозгу большого или маленького человека, вызывают определенные биохимические реакции, которые и влияют на развитие болезней. Такая болезнь непереработанная, как мы говорим, садит иногда в мозгу, такой-такой очаг воспалений. И мешает человеку развить свои способности, быть творческим, развить свои потенции. И это человек делает меньше, чем он мог бы быть. У него достижений меньше, чем могли бы быть. Взрослые, как дети, рисуя картины на песке, создают как будто трехмерное изображение своего душевного состояния. Конфликт, сидящий внутри, выплескивается наружу и делается зримым. Ирина Нежина, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.